И непростой. Есть ли в доме у вас такая книга? Нету. Нету. А вы знаете, что означает нету? Это означает, что вы её не считали. В смысле, не читал? Так. А если не считали, значит, не знаете закон Божий, чего Бог от нас хочет. А не зная, раз человек не знает правила, значит, нарушали. А нарушая, погибали, и всё от того, что не считали. Это, говорит Иоанн Златоус, 4 век. И как зовут? Так. Вы поди скажете, у меня другая книга, обычно такие серьёзные мужики. Нету, нету. Я армянин, девчонки. Вот так. Мы хотим поделиться с вами сокровищем. Как меня зовут? Мы хотим поделиться сокровищем с вами, что Иисус умер за нас и воскрес, чтобы мы жили для Бога, жили праведно, свято. Как тебя зовут? Меня зовут Игнатий Тихонович Лапкин. Город Баравол, Алтайский край. Мне 81-й год. Игнатий, Игнатий, очень приятный сокровищем. Я, я армянин, я самая первая нация, которая приняла христианство как веру. И давай ничего мне тут не втирай про Библию. Армяне на 500 лет раньше нас приняли Христа. Ну вот, вот, видишь, я, я все прекрасно знаю. Мои предки, 100 лет назад, до того, как вы приняли, они уже знали, что, почем. Как вас звать? Звать, как вас? Падиарсен какой-нибудь? Или Акапян? Как звать-то? Падиарсен Сако. А что, да? Сако. С-А-К-О. Ну, ладно. Дело в том, что у нас большие очень ресурсы. И вы только запомните, Игнатий Лапкин. И вы, если по скайпу зайдете, на меня выйдете, я вас сразу дам вам канал. У нас огромный канал, видеоканал здесь на Ютубе. А что там в Канаде строгостно? У нас знакомые есть армяне. Они готовятся к окрещению, принять православие. У нас серьезно готовятся. И что? В Москве. А почему там не христиане, что ли? Зачем там? Так. Православие. Что-то я не пойму. Вы как с похмелья себя ведете. Что-то прям ломает вас. Игнатий, вы что? Ну, ладно, тогда. Давайте так. Если я вам нужен, вы меня найдете. По скайпу Игнатий Лапкин. А для чего мне вас находить? У нас сокровище огромное. Я отвечаю на вопросы. Чем ты можешь мне помочь? Так, я не все слышу. И поэтому только... Я говорю, чем ты можешь мне помочь? Помочь то, что у нас есть готово. Ответить на вопросы ваши. Чем помочь? Нету никакие вопросы. Ну, значит, не надо. Зря встретились. До свидания. До свидания. Есть дома такая книга? Нет, я мусульман. У вас что, кто-то спит рядом? Разговаривать нельзя? Такой книги у меня нет. Я мусульман. О, вон какое дело. Так разве ты не человек? Ты тоже человек? Да, да, да. Да. Тогда считай, что написано. Так, не знаешь, да? Ну, надо знать. Ты помни одно только, что Иисус умер за нас и воскрес. Он любит нас. Дает покаяние людям. Иисус. Уважаемые, уважаемые. Иисус не... Господь Христос. Это Второе Рисо Троицы. Иисус Христос. Спаситель наш. Мы всему миру должны сказать об этом. Люди, которые верят во Христа, они никогда на вас не пойдут войной. Никогда. У нас написано, взявший меч от меча погибнет. Мы не враги вам. Мы никогда, никогда не пойдем против других народов. Никогда. Мы верим во Христа, в Его пришествие. Мы верим, что любящий Бога идет в рай. А кто не принимает, не крестится. Как антихрист, как басурманин в ад пойдет. Все, пока. Если я вам нужен буду... Поругались. Хорошо. Мы пришли с великой вестью любви Божией, которую узнаем из Евангелия, что Иисус Христос был распят, и воскрес для нашего оправдания, умер за наши грехи. Я вас понимаю. Так, и вот это место, рулетка, это Содом и Гаморра. Самое блудное, самое отвратительное. Все собралось здесь. И мы пришли в это место тьмы пролить этот свет евангельский. Можно вопрос? Можно. Что такое Содом и Гаморра? Содом и Гаморра – это два города, где были так называемые садомиты. Они мужчина на мужчине разжигались похотью, делая срам. Это то, что гей-парады сегодня называются. Это все будет сожжено. Это даже скотина не делает. Мужик на мужике женится. Если такое было раньше при Ивсиняне, в Греции, им отрезали половой орган, клеймили железом, и в подземных рудниках до самой смерти катали там на себе уголь добывали, алмазы. Я Лапкин Игнатий Тихонович, город Барново-Алтайский край. Мне 81-й год. Ну, довольна этого? Да, очень довольна. Так. Что вы хотите мне донести? Знаете, что вы внезапно все уходите, там нажимаете кнопку, пока не нажали. Вы два слова запишите и будете благословлять этот день. Два слова. Игнатий Лапкин. Запишите. Это ключ будет вам к нашим ресурсам. Я запишу Господь Бог лучше. Игнатий Лапкин, запишите. Вы по скайпу меня найдете сразу. У нас огромные ресурсы. Таких в интернете нет. Вот у меня в ютубе канал. У вас это у кого у вас? У нас верующих православных христиан, проповедников, которые пришли сюда. Я не один. Куда сюда, простите, пожалуйста. В чат-рулетку. В чат-рулетку пришли сюда. Вместо разврата. Вы, благословные, пришли в чат разврата? Извините, но это не сходится. Так я не понял, что-то там. Мы добровольно делаем это? Бесплатно? Я говорю вам, вы пришли в чат, вы пришли вместо разврата сами по себе? Сам по себе, по молитве. Пришли, принесли радостную весть, чтобы люди это не делали, что делают. Открыто здесь блудят и проще. Это все... Вы тоже блудите открыто? Нет, конечно. У нас этого нет и не поминается. Блудник Царствия Божия не наследует. Он в ад пойдет. У нас не именуется это даже. Мы строим православную деревню, где нельзя пить, курить, материться. Все люди остальные, которые приходят в чат рулетку, они же тоже не блудят. Половина раздетые лежат готовые. И процентов 90 мусульмане. Я им говорю, вы зачем здесь? Ну вот познакомиться. Еще знакомиться. У тебя дома другая книга лежит на столе. Это? Да, я говорю, вам разрешается четыре жены иметь. Но за каждую платить колым. Ну да. Я говорю, а здесь 44. Даром и голые. И вы, южные жеребцы, пашите на... Вы понимаете, что в Коране нельзя иметь многоженство? В Коране нельзя иметь многоженство. И вот говори, вы приехали южные жеребцы на северных кобылах пахать тут. Ну, короче, сойдемся на то, что вы тоже богопульник. Так, так, слушайте внимательно. Если вы хотите больше узнать, заходите на наши ресурсы. Там вы получите... Я хочу больше его узнать от вас. Так. Ну, вы по скайпу меня найдете, я вам там отвечу. Здесь я не могу долго. Можно еще один вопрос? Мы в храм идем. Когда мы, Ева, были сын и брат? Не сын и брат. Не сын и брат. Адам сотворенный из земли, из праха земного. А Ева из его ребра. Какая она, брат? Ну, это от костей его, от плоти его. И что? А тогда их сыновья. А их сыновья, родные братья и сестры, женились друг на друге. Тогда этого не было кровосмешения. Народ был сильный и крепкий. Это никак не отражалось. Почему Авель предал Бога? Авель был убит за то, что его жертву Бог принял, а Укайна не принял. А Авель принес ягненка в жертву, а тот только плоды из полей. И тогда он убил Авеля. Но родился Сиф. Сиф. Вы мне нравитесь. Подождите, пожалуйста, я запишу ваш скайп. Запишите. Диктуйте. Игнатий Лапкин. По-английски? Нет, по-русски, только по-русски. Я русский человек. Игнатий Лапкин. А вот теперь, если вам нужно будет зайти по скайпу, напишите скайп. Одна строчка скайп. И в скайпе я один такой с этой фамилией, именем. Один на весь интернет. Игнатий Лапкин. Да. Да. Теперь, если вы хотите зайти на наш канал, запишите канал. Нет, на ваш канал я не буду заходить. Я хочу с вами пообщаться. Вы, пока я же не все время сижу, мы сейчас в храм идем. Вы запишите, это вам недорого будет. Вы зайдете, пока. Канал называется «Во свете Библии». Канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У нас 17 800 роликов. Что значит недорого? Как? Что значит недорого? Недорого? Ну, означает, что вам ничего не... Что значит недорого? Я не понимаю. Слово «недорого»? Что значит недорого для вас? Ну, недорого записать. Что это стоит-то? Ручки пошевелить. Какую цену я должен заплатить, чтобы с вами пообщаться? Чтобы... Одна цена. Было бы желание. Вот сейчас вам недорого записать. У меня есть желание. Я с вами сейчас общаюсь. Почему я должен платить? Да ну не платить. Внимание. Чтобы запишите, вы внезапно выключите. Начнете ругаться, я вас выключу. У нас не положено слышать бранные слова. Это недорого стоит. Вы тот же самый спам, который хочет сменять денег. Так, подождите, вы записали, да? О, здорово я тебе. Ну, все пока. С Богом. Мы уходим. У вас какие дела, когда ты прячешься от элементов? Сам откуда вы? Вылезь оттуда. С кем я разговаривать буду? С волосами вашими? Что уж дурить-то совсем. От кого прятаться? Вот так. Город Барнаул. Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Вам довольны этого? Нормально. Все. Здоровье позволяй. Ты сейчас спортом занимаешься? Мы, православные христиане, несколько человек, проповедники, пришли сюда, чтобы людям возвестить великую радостную весть, что Иисус Христос умер и воскрес, и всех зовет к покаянию, чтобы жили для Бога, для неба. Не ругайся, только смотри. Не ругаюсь. Вот для чего мы пришли сюда. Господь сказал, придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, ибо оно легкое, бремя мое легкое. Мы считаем в Евангелии 16 главе от Марка, говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. В огне будет гореть с сатаной вместе. Ни один блудник, ни один пьяница, сквернослов в раю не будет, они будут с дьяволом в огне гореть. И мы пришли сказать это людям. Все правильно. Дай Бог тебе здоровья. Вас как звать-то? Дмитрий. Дмитрий это сын Демитра. У вас определенного перевода нету. Да сохранит Господь и приведет к полному познанию истины. Сходите в храм Божий, исповедуйтесь, начните новую жизнь. И вы увидите, как все по-другому пойдет. Все, спасибо большое. Храни Господь, Дмитрий. До свидания. До свидания. У Бога. Ну вы знаете хоть слово Егова, как переводится? Яхва. Яхва. Это произносится. А я говорю, переводится. Переводится? Да. Всемогущий. Всемогущий. Он ответил, сущий. Нам не надо добавлять. Он всемогущий. Действительно так. Иисус Христос умер и воскрес для нашего оправдания. И зовет всех к покаянию. Свидетель Егова тоже человек. У нас уже... Что надо сделать? Что вы посоветуете мне сделать? Вы маленько то что-то знаете о происхождении своей секты? Откуда вы появились? Ну, я все знаю. Я все знаю о религиях. Я изучаю религии. А что вы знаете? Скажите, когда? Кто первый? Кто образовал вашу ересь эту? Ну, Бог. Бог. Христос говорит, 16 глава, 18 стих Матфея. Создам церковь, врата, они одолеют ее. А по-вашему, он одолел ее. И спустя 1900 лет надо было придумать какую-то новую секту. Что вы дурите-то? Вы не верующие? Матфея как еще раз? Какой Матфея? Матфея, 16 глава, 18 стих. Господь сказал Христос, я создам церковь, создам. И он ее создал в горнице, в горнице Сионской. Деяние 2 глава. А откуда вы-то взялись-то? Православие? Мне кажется, что православная церковь – это Вавилон Великий. Вот она и идет оттуда. У вас все в башке, кажется, мешанина одна. В Вавилон там написано город, а не церковь. Вы совсем одуревшие. От ненависти к церкви. Написано, город на вершине горы. Это показывает... Это говорит город. Город, Вавилон, город. И церковь никогда... Меня Бог накажет за то, что я гей? Вы богохульник. Вы здесь находитесь как... Ну, а что вы здесь найдете? Бритый? Вы на христианина совершенно не похожи. Кого-то надмиваетесь. Меня Бог за это накажет, если я гей? А? Меня Бог накажет, если я гей? Да вам что думать сегодня об этом-то? Вы войдите в церковь. Не будьте в этой ереси. Я сегодня был... Вы не свидетели Иеговы. Свидетели Иеговы – это мы. Мы свидетели Иеговы. А вы уже свидетели от имени Иеговы. Ну, я сегодня был в церкви. Вы в церковь не пойдете никогда. Вы пойдете в свое сборище, которое запрещено. Нет, честное слово. Честное слово. Я сегодня набрал воды святой. Ну вот... Вот заметьте. Свидетели Иеговы запретили в стране. А я бунтую против этого. Неправильно сделали. Нельзя этого делать. Они свободные граждане. Хорошая семья у них. Они работники хорошие. А государство не теократическое. С ними поступили незаконно. А я православный. Меня свои долбят. Вы как иеговист. Я должен за правду быть. Я когда отбывал за слово Божие в тюрьме, со мной сидели три. Один из них по помойкам лазил там. А два были хорошие. Гончар. Одного из них Гончар и Буряк. Фамилия их. Они помогали швейные машины ремонтировать. Хорошие ребята. Просто хорошие. А как дальше жить? Мы один раз живем и все больше. Мы умрем. Больше никогда не воскреснем. Воскреснем все до одного. Господь говорит. При последней архангельской трубе. Ибо вострубит. Второе постание к Писанекистам. Вторая глава. А почему люди так? По-разному. Евангелие от Матфея 22, 29. Говорит. Заблуждаясь. Не зная Писаний. Ни силы Божией. А где будет Армагеддон? Армагеддон будет? Обязательно. Священное Писание предсказало. Оно будет. Последняя битва недалеко от Иерусалима будет. Там долина указана, все. Так. Я поехал тогда в Иерусалим. А зачем же туда ехать-то? Не надо это наоборот. Я буду помогать Богу уничтожать. Да никого ты просто трепло. Языком мелешься, не знаешь. Ты никто совсем. Так. Все. Давай прощаться. Если у вас есть, и вы не знаете, где она надо искать, это значит, что вы ее не считаете. Нет. Нет, нет, давайте дальше. Как это так? Если на улицу выходить, а обуви нет, то ясное дело, что вы искать должны ее. Значит, не знаете, где лежит. А не зная, вы ничего не сегодня, ни вчера не считали. А не считая, вы закон Божий не знаете. А не зная, вы его нарушаете. А нарушая, вы погибаете. И все от того, что не считаете, говорит Антон Златоус. Это не мои слова. Это опасное положение. Не знать воли хозяина свою, который сотворил нас Бог. Нет. Как вы именно православный, да, я хожу иногда в церкви вместе с бабушкой. Типа не потому, что она меня заставляет, а потому, что мне так хочется. И, в общем, ну, я пару раз читал Библию, еще когда был маленький, мне было лет 12. Ну, как бы я просто для себя. Типа, и что-то в памяти есть там, некоторые главы. Вот. Ну, как бы, типа... А ну, какие главы назовите? Какие главы? Это большое знание у вас, если главы. Так. Только внезапно не уходите, не выключайтесь. А тот страх, а убежите? Нет, я не убегу. Там говорилось что-то... Как оно называется? Так, ну ладно, время не тратьте, не знаете. Там не что-то вы наизусть должны знать. Написано, да не отходит книга сия от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить. Иисуса Новина, 1 глава, 8 стих. Апостол Павел пишет 1-е послание к Тимопею, 4-16. Вникай в себя и в учение. В себя и в учение. Занимайся этим постоянно. И так поступай. Спасёшь себя и слушающих тебя. А что ты можешь сказать другому-то? Да я считал права нам, как ездить по улицам. Ну, не ездишь ты, выйдешь, сразу авария. Ежедневно надо Слово Божие знать. Вот знаете, вот мне как бы приятно вас слушать, и я бы мог это слушать и слушать и слушать, типа, а некоторые просто, типа, как бы, это неинтересно, и они, как бы, типа, у меня и так мало времени, что я буду тратить на это. А мне, например, приятно вас слушать и то, что вы это рассказываете, как бы. Так, знаете, вы запишите два слова. Я вам дам ключ к нашим ресурсам. Запишите, вы забудете их. Два слова. Хорошо, сейчас. Вы можете на меня послать эти слова, тут напечатать. А потом на бумаге, там, чтобы я увидел, правильно или неправильно. Игнатий Лапкин, это я. Запишите. Куда мне записать? Ну, где-нибудь там, на бумажке. Мы встретились не случайно. Мы молились об этом. И Господь вот позволил найти человека, ни голого, ни курящего. Всё, давайте. Игнатий Лапкин. Канал «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вот если с этим зайдёте, с желанием встретиться, то есть скайп есть, по скайпу Игнатий Лапкин, я один. Вы на меня выйдете сразу. Я вам все ресурсы могу скинуть. Вот как канал. Это не просто канал, там, рисунок два. У меня 17700 роликов моих. Ого, много. То есть нигде, даже половина этого нет в интернете, во всей мировой сети. Почему? Тут непрерывно идёт работа. Вам будет всё интересно, всё. Как мы строим православную деревню. Как я был начальник детского лагеря, сорок уже восемь лет почти. А сколько вам сейчас лет? Как? Лет сколько вам сейчас? Мне лет. Я нахожусь в Алтайский край, город Барнаул. Игнатий Тихонович Лапкин. Мне 81-й год. Столько бы вам ещё прожить. Ну, вот я рассказываю о том, как надо души спасать. Для чего человек должен жить. Открываю Слово Божие, показываю. Я не просто говорю. Пришлось вести занятия в пяти университетах, 13 школ. Все отделы милиции, воинские части. Три радиопрограммы каждую неделю. Три вести. По АГТРК, по телевидению. И это не просто так. Я 57 лет его веду. Много. Да. И вот мы хотим, чтобы вы знали путь Божий. Что Иисус умер за наши грехи. Иисус Христос. И Он воскрес. Вот завтра будет воскресенье. Что означает воскресенье? Воскрес. Память. Идёт 2019 год. Что означает? От Рождества Христова. Хочешь ты, не хочешь ты. Не христианин. Но у тебя это записано в паспорте. Ну да. Да. И поэтому знать путь Божий – это главное. Спрашивает, а для чего человек родился на землю? Никто правильно ответить не может. Серафим Саровский ответил так. Стижание Духа Святого. Вот. Жить в Духе Святом. В Божьем. Потому что... У меня вот такой мучает вопрос. Я как бы... Вот прям изначально. Вот если начинать с того, кто создал мир? Бог. Хорошо. А если с научной точки зрения, то как-то Вселенная взорвалась, да? Там как-то взорвалась Вселенная и образовался этот мир. Нет, какая-то звезда взорвалась и образовалась Вселенная. Вселенная. Хорошо. А как взялась тогда эта звезда? Ну, как-никак. Господь сотворил. Бог вечный, безначальный. Понимаете, вот начинает разговаривать. А вот научная... Кто научная? Покажите. Назовите. Кто видел? Там коллапс взорвалась в космосе. Там от чего? Глупости несусветные. А я в Бога не верю. В Библии, в Псалтире, 13-й, 52-й Псалом написано. И сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Причина. Они развратились. Совершили гнусные преступления. Нет делающего добро, нет ни одного. Вот и все. Три тысячи лет назад. Да, это, знаете, это природа там. Какая природа? Вы видели когда-нибудь, как летает муха на помойке? Ну, да. И слон. Это одно и то же? Нет. Ну, как слон мог и муха одинаковых родителей иметь? Или пловает какие-то финвал. Там пятиэтажный дом, если его взять, высотой его. И какой-то гальян в воде плавает. Медуза. Это что, одно и то же? А человек от обезьян. А кто это сказал? Бабушка твоя обезьянка была? Нет. А между человеком и обезьяной ни одного скелета не найдено. Да кобыла показана, пятиконтропа, австралопитеки. Обман. Доктор. Это филологических и разных там наук у него что-то нету. Историк, археолог. Он прямо доказывает. Взятые кости. Так, ко мне звонят. Запишите, Игнатий Лапкин, по скайпу найдете меня. Я отхожу от вас, закрываю. Все, с Богом.